Уважаемые коллеги, наш курс называется «Культурология в системе гуманитарного знания». В этой первой вводной лекции мы кратко проследим основную проблематику нашей дисциплины. Основные темы, проблемы, тексты подробно будут рассмотрены в последующих лекциях согласно нашей программе. Культурология в системе гуманитарного знания – это сам по себе обзорный и систематизирующий курс, призванный обозначить место и значение культурологии как науки, дать нам маршруты и ключи наших культурологических исследований. Важнейшими вопросами, задачами наших занятий является выявление основных научных проблем культурологии в контексте современных и актуальных социокультурных проблематик и ситуаций, систематизация наших знаний о предмете и структуре корпуса культурологического знания, акцентуация актуальных методов и подходов исследования культуры. Все это подчинено одной цели – обрести знания и навыки, необходимые для работы над нашими исследовательскими проектами. Далее мы рассмотрим основную проблематику и содержание нашей замечательной дисциплины. Первым вопросом является вопрос о месте культурологии в системе знания о культуре. Ведь культура, культурный исторический континуум, созданный человечеством как антропосоциокультурным единством, существует столько же, сколько и сам человек, начиная с так называемой первобытной культуры. Здесь можно вспомнить труды эволюциониста Эдуарда Тайлора, его работы «Первобытная культура», где одним из первых появляется культура как научный термин. Так вот, поскольку культура существовала всегда, ранняя культурология, то ее исследования имели огромную историю и широчайший диапазон. Культура комплексна – это системное единство огромного числа отдельных областей культурной деятельности человека. Духовная, материальная культура. В последнее время актуальными, даже не в последнее время, начиная с французской школы аналов, актуальными стали исследования культуры повседневности, проблематика современной культуры, цифровой культуры, что будет нами затронуто чуть ниже. Культура комплексна, сложна, многогранна, соответственно, и культурология как наука о культуре формировалась на пересечении с ранее возникшим множеством предметов, затрагивающих культуру. Например, с философией, историей, даже, можно сказать, историей описания, если мы возьмем с вами античность, этнографией, искусствоведением, эстетикой, другими дисциплинами. Культорология таким образом становилась как мирисциплинарная область исследования изначально, предопределённая. Точка отсчёта формирования запроса на культурологию можно считать эпоху кризиса европейской культуры, начиная с рубежа XIX-XX веков, когда, с одной стороны, европейская культура столкнулась с явлением других культур, и это потребовало осмысления, допустим, в теориях культурно-исторических типов Данилевского, Шпенгера, а с другой стороны происходили внутренние процессы, допустим, сталкивавшие элитарную и формирующуюся массовую культуру. Рассмотренные, например, последние Артега и Гассет «Восстание масс», проблематика массовой культуры, происходили сложные кризисные процессы, которые, безусловно, затронули и актуальную социокультурную реальность. Мы прекрасно с вами помним историю первой половины XX века. Артикуляция культурологии как науки, идея выделения культурологии в самостоятельную область знания, принадлежит американскому ученому Лесли Вайту, связанно, допустим, с его работой «Наука о культуре» – это середина XX века. Возвращаясь к теме междисциплинарности культурологии, следует отметить, что эта междисциплинарность ни в коем случае не должна приводить к ее трактовке как просто совокупности частных наук и теорий о культуре и ее аспектов. Культурология должна пониматься как конкретная наука, то есть системно-организованное знание, предметно- и методологически выделенное из других наук, изучающих аспекты культуры, тех же историй, этнографий и прочих. В состав корпуса современного культурологического отечественного знания обычно включают саму историю культуры, историю самих культурологических учений с отсылкой к идеям, допустим, Виколи, Гердера – это еще XVIII век, да? Социологию культуры, культурную антропологию – это, прежде всего, исследование Болоса, Нида, Малиновского, Айвестроса, других исследователей, прикладную культурологию, ну, например, менеджмент культуры, как вот альтернативная программа в нашем соревновании. Перейдем к следующему вопросу, разграничивающему сферу культурологии. Мы постепенно будем двигаться и определять нашу основную проблематику. Итак, второй вопрос – это соотношение культурологии и философии культуры. Существуют различные трактовки взаимосвязи культурологии и философии культуры. Например, Моисей Самимович Каган, известнейший петербургский философ культуры, можно упомянуть такие работы, как философия культуры, философская теория ценностей, считал термины теория культуры, культурология, философия культуры взаимозаменяемыми, а их понятия равными по содержанию и объему. Однако же, все же следует понимать, что философия культуры исследует культуру с точки зрения философского подхода, с обобщенной единой точки зрения, дающей ту или иную теорию культуры. Допустим, антологию культуры высшего уровня, теорию культуры высшего уровня, универсальную картину культуры. Культурология же, как частная наука, интересуется не универсальным, то есть общими закономерностями строения и функционирования культуры, интересуется не отвлеченным от конкретики, то есть от частных проблем, форм, видов, типов существования культуры и социокультурного взаимодействия. Культурология занимается установлением конкретных, частных и специфических способов проявления общих философских закономерностей культуры в отдельных, допустим, исторических формах культурной деятельности. Если привести какие-то примеры из титулов, ну, например, философия культуры – это, допустим, кластерный принцип конституирования современной культурной реальности, ну, скажем, диссертация вашего погорного слуги, а культурология – это сетевые сообщества, как форма современной социокультурной организации. Культурология, как наука, при этом изучает культуру, как сложную системную целостность, подсистемы элемента которой находятся в разнообразных структурных и функциональных отношениях. Культурология, как любая наука, является не философским, а эмпирическим знанием о предмете. Она строит свои обобщения на основании аналитики и описания культурных явлений и процессов. При этом, учитывая практическую бесконечность эмпирики, культурология все же одновременно имеет гипотетический, вероятностный, теоретический характер. Проще говоря, если мы с вами попробуем разграничить философию культуры и культурологию, философия культуры дает нам целостное понимание культуры через призму идеи, то есть интерпретирует культуру в контексте установок конкретной философии, например, тематика медиафилософии. А культурология, как наука, изучает культуру на более низком уровне абстракции, доступными научными, в том числе общегуманитарными, методами. О методологии будет сказано ниже. Третьим вопросом разграничения сферы культурологии является вопрос о соотношении культурологии и теории культуры. Здесь позволим себе некоторую лаконичность и скажем, что с одной стороны, эмпирические основания культурологии как индуктивной науки через аналитику выстраиваются в некоторую теорию культуры, а с другой стороны, через гипотетико-дедуктивный метод уровня теории культуры осмысливаются конкретные культурологические явления и процессы. Таким образом, культурология как наука имеет и свои теоретические основания, конструкции, имеет теорию. Это к вопросу разграничения культурологии и теории культуры. То есть теория культуры – это просто теория нашего предмета. Следующей группой вопросов, определяющих место культурологии, являются частично освещенные вопросы об объекте и предмете культурологии, соответственно, и о субъекте и объекте культуры. Объектом культурологии являются культурные аспекты различных областей общественной жизни, особенности достижения основных культурно-исторических процессов, тенденции и процессы в современной социокультурной среде. Предметом культурологии же является культура как целая, не сводимая к какому-либо отдельному культурному явлению и даже к сумме всех культурных явлений. А именно, например, различные культурфилософские культурсодержащие процессы и явления, связанные с социальными практиками и процессами. Специфика локальных региональных культур является предметом культурологии, их историческая типология, а также взаимосвязь и взаимозависимость культур различных эпох и народов, сущность, структура и закономерность функционирования и развития культурного процесса региональных культур. Здесь надо понимать, что это все дается на уровне теории культуры, а не философии культуры. А также особенности и специфика современной цивилизации, основные тенденции ее развития с упором на аналитику эмпирики. Это является предметом культурологии. Специфика любой науки определяется ее предметом, от которого зависят задачи данной науки, ее проблематика и категориальный аппарат. Перед культурологией, как самостоятельной наукой, стоят следующие задачи. Это всестороннее исследование феномена культуры, ее основных характеристик и структуры. Это обобщение происходящих в культуре процессов, выделение и обоснование важнейших тенденций ее развития. Это описание и сопоставление различных типов культур, выявление общих черт для определения исторических типов культур, определение общих признаков и особенностей для различных типов культуры. Важнейшей задачей является также развитие категориального аппарата науки, развитие металлогической базы для прикладных исследований в области культуры и разработка фундаментальных проблем, допустим, в современности. Это кратко, если говорить о объекте, предмете и основных задачах нашей дисциплины. Следующий вопрос, требующий прояснения о субъекте и объекте культуры. Субъект культуры – это человек в сообществе, в развитии его исторической символической среды. Это и какая-либо социокультурная общность, или же даже конкретный индивид, биографические и культурологические исследования, индивид в сообществе, реализующий себя в системе предметно-практической деятельности, реализующий свою культуру, созидающую начало потребления и духовное освоение объектов культуры, воспроизводства себя и группы в данном социокультурном континууме. Объектом культуры является элемент, фрагмент бытия культуры, являющийся сферой реализации, созидания и трансляции опыта данного субъекта культуры. Следующий вопрос, требующий прояснения в нашей синаптической лекции – это современная культура и вызовы к культурологии. Об этом также было уже немножко сказано. Выше в рамках перечисления задач культурологии можно акцентироваться на следующих проблемах, которые являются релевантными для современного культурологического знания. Это проблематика глобализации и глокализации культуры, проблематика разрывов глобальных и региональных локальных культур, в том числе ценностных разрывов локальных и глобальных культур, столкновения цивилизаций. Это и проблематика сетевых и цифровых медиа и культуры, основные характеристики сетевой и цифровой культуры, основная проблематика коммуникации в современной культуре, связанная с появлением новых технологий. Здесь же следует упомянуть и проблему техники и культуры, техники как материального составляющего медиа и медиапроцессов, проблематику идентификации и идентичности современной культуры, глобальной, локальной идентичности, их столкновения, их разрывов. Это, если обозначить наиболее общие вызовы нашей дисциплины. Следующим важнейшим для понимания культурологии как науки вопросом является вопрос об основных подходах и методах. Культурология использует систему методов, то есть различных взаимосвязанных между собой способов изучения явлений культуры. К основным методам можно отнести следующее. Сравнительно-исторический метод. Он позволяет провести сущностное сравнение принципиально сопоставимых объектов культуры, относящихся к различным культурам. Например, сравнительно-изучение – это наиболее простой метод, это отсылает нас к связи к культурологии и истории, философии истории. Сравнительно-изучение обрядов различных культур является основанием теории цикличности социокультурного процесса, те же Дневерского, Шпенгера, Тойнбе. То, с чего очень часто начинается изучение истории культурологической концепции. Следующим методом является структурно-функциональный метод, который предполагает разделение исследуемого явления культуры на составные части и выявление соотношений между ними. Особенно актуален он для культурной антропологии. Следующим методом является метод моделирования. Это все на самом деле общегуманитарные методы исследования, безусловно, культурология берет их на вооружение. Метод моделирования предполагает стремление создать модель определенного типа культуры, с тем, чтобы выявить наиболее существенные черты, что позволяет комплексно воспринимать все культурные явления определенного периода. Например, мы можем говорить о современных исследованиях, о модели построения сетевой парадигмы культуры. Следующим методом является диахронический метод, тоже абсолютно классический для гуманитарных дисциплин. Это выявление хронологической и временной последовательности изменения, появления и протекания того или иного явления культуры, процесса. И синхронический метод. Это анализ изменения одного и того же явления культуры на разных этапах единого культурного процесса. Например, можно привести к проблематику патриотизма в русской культуре XX века. Теперь коснемся основных подходов к культурологии. Это прежде всего актеологический подход. Культура понимается и изучается как система духовных и социальных ценностей, исходящих из них норм. Ценности выступают как регулятивы, но и также как высшая цель человеческого поведения и деятельности. Ценности создаются в каждой культуре, и поэтому их надлежит исследовать. Можно рассказать, что культура – это и есть наличный набор ценностей в их коммуникативном процессе. Если говорить о библиографии, то, конечно, необходимо вспомнить Генри Харикерта, одного из родоначальников актеологии, ведь именно он разделил впервые науки о природе и науки о культуре. А культура – это ценности. Можно говорить о семиотическом подходе, который подробно разбирался полчаса назад. Культура здесь понимается и изучается как мир знаков и знаковых систем. Язык культуры понимается как совокупность всех знаковых способов коммуникации, с помощью которых транслируется и фиксируется культурно значимая информация. Если говорить о библиографии, то, конечно, работа Пирса, Десосюра, Морриса, Левистроса, позже, постмодернист, Барт, Эко, и, конечно же, Юрий Михайлович Лотман с семиосферой и пониманием культурологии как семиотики культуры. Следующий важный для нас подход в исследовании культурологии – это системный подход. Это направление о методологии научного познания, в основе которого лежит рассмотрение объектов культуры как систем. Данный подход ориентирует исследователей на раскрытие целостности культуры, на выявление многообразных типов и связей в ней и сведение их в единую теоретическую картину. Одно из первых попыток применения системного подхода принадлежит тому же родоначальнику культурологии, американцу Лесли Вайту, в работах «Наука о культуре», «Эволюция культуры», «Понятие культуры» и прочих. Он рассматривает культуру как целостную и самонастраивающуюся систему материальных и духовных элементов. И даже выводит закон развития культуры, который кратко формулируется так, что культура движется вперед по мере того, как возрастает количество энергии, обузданной энергией на душу населения, эффективность и экономность ее использования. Это такой американский, что ли, прагматический подход. Также важным является целостный или холистический подход. Суть его в том, что наряду с системным подходом изучение культуры ведется на основании ее понимания как особого рода целостности. Если система состоит из подсистемы элементов и делается акцент на исследовании именно их, то так только культура как целого предполагает ее компоновку из частей. При целостном подходе соблюдается приоритет целого. Оно не является функцией или результатом сложения частей. Наоборот, функции и назначение частей получают свое осмысление с точки зрения их отношения к целостности и исследовательского представления о целостности. Часть внецелого теряет все свои качества. Это суть целостного подхода к изучению культуры. Системные целостные подходы не столько исключают друг друга, сколько взаимодополняют, помогая постичь культуру в разных модусах ее проявления. Это основные подходы и методы культурологии. И последний вопрос. Наша лекция Карреса немного более короткой, чем регламентно. Это вопрос о библиографии. Конечно же, следует упомянуть классический, ставший уже классическим учебник по культурологии под редакцией Юрия Солони. Он подойдет и для аспирантов. Ну а также можно использовать программу нашего курса, исходя из наших с вами научных интересов. Уважаемые коллеги, конкурсная лекция ассистента Черных по теме культурология в системе гуманитарного знания завершена. Благодарю вас за внимание.